Почему ОДН растет у самых бережливых? Несправедливую методику расчета тарифов ЖКХ обсуждали сегодня в Госсовете Республики. Депутаты встретились с руководителями жилищных организаций и поставщиками услуг. Какие изменения в законодательство готовят, знает Василия Хузина. Что не платежка, то удар по семейному бюджету. Будем экономить, решили жильцы этой пятиэтажки. Не тут-то было. Казалось бы, все взяли под контроль. Поставили счетчики, лишнего не жгут, воду экономят. А начисления только выросли. Наш образ жизни изменился настолько, что мы не можем уже с концами свести совершенно. Потому что мы платим 50, мы платим больше половины суммы по платежке за ОДН. Проблемы в несовершенстве законодательства говорили в Госсовете. Одни нормативные акты сменяют другие, а ситуация только хуже. К примеру, владельцы счетчиков уже не всегда платят меньше тех, кто рассчитывается по нормативу. Чем больше экономит бабушка, тем больше у ней разница в ОДН. Но этого не должно быть. Это первое. Второе. У нас сейчас организованы домовые комитеты. Я вчера собирал представителей домовых комитетов, объяснил им эту ситуацию. Сегодня мне уже звонят, у меня половина пломб уже в жилых домах сорваны. По нормативу они поняли, по нормативу рассчитывать сейчас выгодно. Адель Михайлович, извините, но вот так будет, да. Человек приходит три раза за полгода. Приходит он 1 июня. Я ему объясняю этот же вопрос, отвечаю по 262-му, 89-му закону, который республиканский был, потом отменил его обитраженный суд. Потом он приходит с 1-го, 07-го до 1-го, 09-го. Я этот же вопрос ему объясняю. Все наоборот, по 37-му постановлению. Этот же человек ко мне приходит после 1-го сентября. Я этим же вопросом, я этому человеку объясняю уже по 354-му, которые совершенно, они по-разному трактуются, по-разному объясняются. После этого человек мне смотрит, ты, наверное, дурак, и уходит. Сейчас готовятся очередные изменения в законодательстве. На уровне республики в планах сделать разные договоры на поставку горячей воды и отдельно на отопление. Тогда начисления будут более прозрачными. Есть и другие предложения. Вы знаете заявление президента республики Татарстан о том, что тоже готовятся определенные решения, что ли, подходы. Ну, он озвучил один из вариантов, когда ресурсоснабжающие организации напрямую будут заключать договора с потребителями коммунальных услуг. Ну, это было в качестве такой, как бы, понятной рабочей версии. Как вы и сказал, республика полностью вплотную с темой займется после универсия. А чтобы изменить ситуацию по всей стране, депутаты из Татарстана намерены выйти с законодательной инициативой на федеральном уровне. Василия Хузина, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.